Профессия военной. В Ивановский областной военкомат традиционно пригласили школьников и студентов техникумов, чтобы рассказать о достоинствах контрактной службы и перспективах получения высшего военного образования. На день открытых дверей приехали представители училищ из нескольких регионов. После обучения все курсанты получают первое офицерское звание лейтенант, распределяются на офицерские должности, стопроцентное распределение. Географически это от западных границ России до восточных, от северных до южных, по всей территории, включая крупные города, которые прикрываются системами ПВО. Связать свою жизнь с вооруженными силами может практически каждый, уверяют офицеры. Главное – хорошая физическая форма, результаты ЕГЭ не ниже средних и желание защищать родину. На сегодняшний день служба по контракту – это не только почетно, но и выгодно. Выпускникам гарантируют трудоустройство, высокую заработную плату и полный соцпакет. Военнослужащий в плане контрактник может написать рапорт на получение накопительной протечной системы. То есть как военнослужащий по контрактной службе, так и офицер, соответственно, через некоторое количество времени после выпуска будут, соответственно, иметь свое жилье, за которое пока не служат, будет платить государство. Представители учебных заведений утверждают, что уровень образования в военных учреждениях порой выше, нежели в гражданских. Да и учиться можно всю жизнь, проходя курсы повышения квалификации и получая очередное воинское звание. Как будто ни было, к выбору учебного заведения, тем более военного, стоит относиться серьезно, взвесив все «за» и «против». Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.